здравствуйте здравствуйте минутку ждем давайте напишите пожалуйста как видно как слышно потому что я все равно какие-то моменты буду вам сегодня показывать но мне кажется не засвечивает хватит нам света на этот стол шире поэтому мне всегда интересует звук когда я с этой стороны слышно меня девочки давайте пока ждем я вам что-то покажу конечно я размахнулась маленько когда я выкладывала красную цинию и там в одном комментарии написали что она похожа на помпонный георгин помпонного георгины и у цинии абсолютно разные лепестки тут я рукой залезла просто эти как я размахнулась очень большой георгин имеет другую форму лепестков засвечивает да вам его или видно у него лепесточки вот такими скобочками а у цинии они другие хотя форма конечно у них похоже в эту субботу с девочками кто участвует в мастер-классе осенние цветы мы будем учиться делать вот такие пионы без специальных насадок пионы господи георгин все собрал так что если вы тоже так хотите приходите так ну что привет 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 здравствуйте здравствуйте все кто подходит на самом деле не дождалась от вас в комментариях каких-то особых пожеланий то есть каких-то конкретных вопросов да писали девочки что надо что хотят присоединиться но чтобы допустим конкретно вот не получается крем там или не получаются цветы никто ничего не написал поэтому давайте пойдем от печки так сказать да почему может не получиться белково-заварной крем что значит не получится да здравствуйте допустим вы его взбиваете он у вас не взбивается это довольно частая причина не получилось да в принципе вообще ничего не ушло сколько вы его не взбивали в чем может быть причина первое может быть что попал желток когда вы отделяли белок в яйцах разделяли желок и белок он у вас попал достаточно малейшей капли не надо этим пренебрегать новички ну да да маленечко здравствуйте здравствуйте нет на самом деле даже малюсенькая капелька малюсенькая она убьет все ваши продукты ваше время то есть ну и соответственно ваше настроение да этого быть не должно здравствуйте если где-то попала какая-то малейшая там жиринка вот капелька масла какого-то какой-то допустим на сливках крем делали да вы допустим вчера помыли дежу ну где-то что-то чуть-чуть осталось у вас все крем у вас никогда в жизни не получится той консистенции которую должен быть здравствуйте это то есть что-то попало где-то что-то недомыли до недомыли либо попал желток это вот причина она убьет все ваши начинания это бесполезно даже пытаться потом бывает еще допустим взбили крем хороший да вот он у вас вот приготовили он хороший он все плотно взбился все здорово начали работать и он у вас вот у меня он постоял да я перед эфиром его сделала здравствуйте здравствуйте если мы сейчас его вот так зачерпнем видно что он как бы начинает как бы пузыриться творожится да его достаточно перемешать и можно работать дальше добавили допустим красители бы он просто постоял начал терять текстуру начал плыть но скорее всего вы его не закрепили что это значит значит вы добавили недостаточное количество лимонной кислоты есть девочки особенно очки горятой побоялась будет кисло будет невкусно будет много да нет лимонная кислота не для вкуса лимонная кислота для того чтобы закрепить наш взбитый белок вот в этом состоянии. Если вы ее положили недостаточно, соответственно, он начинает терять вот эту свою взбитость, свою текстуру, начинает оседать. Вот и все. Поэтому не бойтесь. Если очень кисло вам по моей раскладке, попробуйте поменять лимонную кислоту. Продукты у всех разные. Так, горчит. Вот еще. Все сделали хорошо и правильно. Крем хороший, но при этом он отчетливо, у него отчетливая горчинка. Он невкусный. Тут может быть две причины. У вас врет градусник, и вы перевариваете сироп, но это редко. И второе, опять же, поменять сахар либо лимонную кислоту. С лимонной кислотой, как это ни странно, сталкивались мы с одной девочкой. Мы очень долго с ней искали причину. Вроде бы все хорошо, все здорово. Крем рабочий, но очень четкая горчинка в креме. Поменяли лимонную кислоту, нашли вот эту причину. Слава Богу, все наладилось. Здравствуйте. Так, что еще может быть? Тань, ну в смысле? Это же не зефир. Как ты в руками будешь трогать? Ну вот он цветок, смотри. Вот я сейчас залезу в лепесток. Я могу, конечно, что-то аккуратненько поправить, да, допустим, форму лепестка. А если я пальцем залезу, конечно, я его сломаю. Это, может быть, трогают, который на пектине крем. Естественно, если ты залезешь, ты сломаешь. Это нормально. Это не проблема. Может быть, может быть на пектине, но не знаю, я не пробовала. Не пробовала, но не вижу смысла, если честно, в этих лишних телодвижениях и расходе продуктов. Так, что еще? Почему может не получаться крем? Я думаю, мы определились, да, кому надо, сделайте себе пометки. Ну, либо эфир, я надеюсь, у нас не будет никакого сбоя. Все останется и все получится. Все, слава богу, разобрались, приготовили крем, все у нас получилось, да? Все. И ты такая, первый раз видишь пакет, крем получился. Нет, Тань, просто ты, наверное, по-другому руками трогаешь его. Пальцем-то не надо в него лезть. Сейчас мы будем делать лили, я вам покажу. И такая, думаю, сейчас я возьму насадки, я все купила, у меня классный набор, сейчас у меня все цветы получатся. Цветы не получаются, лепестки лежат в обмороке, да, все размазывается и не получается. Почему? Потому что, давайте мы пойдем прям по порядку, такой набор ошибок. у новичков. Я предлагаю нам, кстати, подкрасить крем, потому что, где попадает солнышко, он сильно светится, да? Я прям вижу, солнце отсвечивает, но я от него спрятаться не могу, девочки. У меня тут есть такая краска. Сейчас маленько мы дадим оттенок, и все, и будет нам хорошо все. не смотрю, еще девчонки идут. Неоновый краситель. Он Катерине Старостиной. Привет и спасибо за рекомендацию. Купила один на пробу, такой красивый, сериевый. Очень мне понравился, но в первую очередь, конечно, тем, что он универсальный. Сосвечивает. А что за то? Все. Краситель неоновый, номер 22 написано. Самое приятное, конечно, то, что он... Привет, Оксаночка, привет. Что он универсальный. То есть я им уже красила шоколад, я им красила БЗК. Мне очень понравилось. Ну, единственное, что я не знаю, как, допустим, в какой-то чисномасле, да, или в ганаш белый, в неоновый краситель. Но вот в БЗК у него такой прям яркий цвет. Ну, действительно, неоновый, кислотный, да. Но когда окрашиваешь БЗК, оттенок получается такой очень-очень нежный, но очень красивый. Это не может не радовать. Вот я его просто развела в воде комнатной температуры и сейчас замешиваю. Ну, замешиваю аккуратненько, потому что у меня такая небольшая чашечка. У меня что-то... Все оказалось занято, все мои тезики. Что с вареньем, что с кремом, что с чем. Пришлось вот такую взять. Он расходится. Что, кстати, в шоколаде, девочки, мне понравилось. В шоколаде расходится без комочков, без каких-то вкраплений, то есть не надо там его до полуобморка мешать, да. Что здесь. Вот для нас, кто работает на белковом креме, это, конечно, очень здорово, что краситель именно универсальный. Потому что все время приходится покупать это для шоколада, это кандурины, это для крема. Три чемодана, да, стоит. Ну вот такой, видите, какой-то нежный-нежный. Мне кажется, получше все равно стало, да. Ну что, пойдем по классическим ошибкам. Не умею работать с насадками. Беру, сразу показали, беру огромный, начинаю давить. Какой-нибудь, видите, давайте какую-нибудь огромную возьму. Ну вот, 202, самый большой. С желтками я на них пеку бисквиты. Смотрите, лайфхак. Я сама до него дошла. Вы можете взять любой рецепт, любой выпечки, где у вас присутствуют яйца, да. Допустим, я работаю на яйцах С0. Вес одного яйца С0 примерно около 60 грамм, там плюс-минус, да. Целиком я имею в виду. Давайте я сейчас про желтки расскажу. К примеру, я беру рецепт, да, у меня там 4 яйца. Значит, 4 на 6, ну, грубо, да, считая, мы же не будем там каждое яйцо до граммочек рассчитывать. У меня 240 грамм. И вот 120 грамм от этих яиц в рецепте, в любом, вы можете заменить на желтки по весу, и все. Я делаю так, на капкейки, на молочную девочку, на красный бархат. Вообще, ну, то есть, на любой, на любую выпечку и все работает, и желтки не портятся. Очень удобно, на самом деле. Ну, единственное, что не в каждом рецепте, допустим, можно больше, больше половины заменить. Если больше половины замените, может начать крошиться у вас бисквит. Так, зависло, пишут. Ну, рассказывайте, у всех зависло или нет. А то, потому что я тут сама с собой общаюсь. Их не надо морозить. Да, и заварной крем можно, не зависло. Все замечательно. Так, куда я краситель-то делала? Там вообще на нем не написано никакая фирма. Там написано Симоленд и производитель. Производитель. А, конфинет там вот внизу маленький. Так, вот видно, нет? Засвечивает, зараза, да? У меня есть баночка. Такая баночка из-под варенья с крышкой. Я когда бью свои яйца на крем или на зефир, я только желтки туда набиваю. Ну, у меня как бы поток. Знаете, если у меня в руках бывает пауза, я их, естественно, закрываю крышкой и храню просто в холодильнике. И я не использую их после двух дней. Вот. Я не пользуюсь маленькими мешками. Мне не удобно для меня вот эти даже маленькие. Вот у других не было. Здесь у нас есть хватило. Тут, я не знаю, ну, с ментилетом 30, я не знаю. Я стараюсь меньше 40 не брать мешки. Так. Выворачиваем мешок. Нет, порошок не надо. У вас, во-первых, он будет крупинками. Базыка не содержит на такой влаге, да, чтобы у вас там разошелся крем. И сухой краситель так добавлять, у вас эти крупинки будут тянуться по цветку, там, по поверхности. Лучше развести, если вам нужен яркий цвет, погуще развести, сделать подложку и сделать смешанное окрашивание. Это на самом деле заблуждение, что можно сухие красители сыпать в зефир, сыпать в крем, и все разойдется. Не разойдется, у вас все равно будут крупинки крема. Ой, не крема, а красителя. Так. Вот так, смотрите. руку как стакан вот сюда одеваем, выворачиваем не шесткой и накладываем. Вот, казалось бы, да, я думаю, не сомневайтесь, что я умею работать с этими насадками. Не надо накладывать больше, потому что вам для того, чтобы у вас был стабильный результат, ничего не заваливалось, вам надо вот эту всю массу продавить на всю вот эту насадку. Если вы этого не сделаете, у вас лепесток при всем желании не будет стоять. Если вы возьмете большой пакет, кладете его полный, да, вот просто физически не хватит силы, если это ваша проблема, что ваши лепестки не стоят, возьмите такую насадку, любую прямую, можете поменьше взять насадочку, любую прямую, возьмите гвоздик и сделайте вот такое упражнение. Смотрите, в пятку ставлю на гвоздь, начинаю крутить и буду делать вот такую спираль, чтобы мой вот этот вот завиток стоял на гвозде. Можете прям вот так, просто по кругу. суть в том, чтобы новичок научился, сейчас я отступлю, а то что-то я ее плотничком прям натянула, чтобы новичок научился, ваши руки между собой, чтобы договорились, эта рука крутит, а эта рука дарит. прям солнышко вышло не вовремя, да? Попробую здесь давайте держать. И поэтому у вас не получается. Но на самом деле вот это упражнение, вот эту улитку лучше делать все-таки прямым. Потому что, ну, чтобы она у вас не заваливалась. ну и правда, какая новость. Так. Это понятно, да? Если вам тяжело, когда улыбка смотрит на середину, разверните. Ну, если у вас, допустим, нет прямой. Разверните и делайте спираль наоборот. То есть, не надо думать, что это просто. Я сейчас говорю про тех девочек, кто, ну, вообще не умеет. Это кажется со стороны, да зачем мне надо, я сразу пойду цветы делать. Ну, может быть, может быть, вас боженька поцеловал при рождении. Но на самом деле, если у вас нет сил в руках, это тоже очень частая причина, что ее просто, причем, то есть, как сказать, вам кажется, что вы давите изо всех сил, и очень сильно это делаете, да, но этого нажатия не хватает, понимаете? А если его не хватает, ваши лепестки будут лежать. Вот, вы будете давить, а они не будут стоять. Вот, видите, мне как надо, я так его и поставлю. Хочу так поставлю, хочу так поставлю, хочу во мной на кладу, видите? и просто не обязательно делать сразу цветы, берете гвозди вот этими вещами, сидите и занимаетесь. У меня такой, написание, когда раз здесь светит, да? Куда вы не сбежали от него, девочки? Сейчас, подождите. Давайте попробуем сдвинуться чуть-чуть. Пока. Уж так. У меня, какие маленькие, от солнца убежали, прямо лучше сюда падать, причем, когда я в эфир выходила, его не было. Прямо даже без основы вот сидите и добивайтесь того, чтобы ваши лепестки стояли. То есть, и тогда, когда ваши ручки между собой договорятся, одна крутит, это тоже надо успевать, да? А другая дарит. Тогда результат придет. Так, что еще вам показать? Вот это, наверное, вот самая основная проблема. Еще одна большая проблема, когда мы берем какую-то вот такую небольшую насадку либо маленькую звезду, выход большой, и тоже накладываем большой пакет и пытаемся вот эту всю массу через эту малюсенькую дырочку продавить, начинает сводить руку. Это очень тяжело, это больно. Мы разбираем ошибки. В принципе, на самом деле, их не так много. Но единственное, что я еще не сказала, что один раз было, мне девочка прислала готовый крем в чашке. и она вот так вот стоит, у нее здесь стоит камера, она стоит, у нее чашка скрел, и она его вот так вот и маслает, и маслает без конца. Мне вот хороший, опять мешает, вот хороший. И так, наверное, минут семь. Я ей говорю, зачем вы его так мешаете? Вы же его этим убиваете. этого делать не надо. Если вам нужно крем подмешать, взяли вот это вот, немножко подмешали себе, наложили и все. Это плохо для БЗК, когда вы его без конца вот так вот на месте. давайте травку еще покажу. Если у вас есть эта проблема, что у вас не получается, вам сложно, вы тогда берите, ну, допустим, не важно, травка, это маленькая звездочка, да, все это. Так, кстати, не очень удобная травка вот эта. Это выход около 8 мм. Если у вас не получается травка, чем больше выход, у травки, вот эта вот, да, тем она как бы, ну, сложнее в работе. Есть такая прям травка, у меня где-то прям сантиметра полтора, она как тюльпанчик такая. Здесь, как у тюльпана еще у травки, его надо не воткнуть вначале, видите? Для того, чтобы это была травка, смотрите, где у меня насадка, когда я начинаю давить. Миллиметры прям я ей даю расстояние от своей поверхности. Не важно, что это у вас будет. Это будет тортик, это будет пироженка, это будет гвоздик, куда вам ее надо отсадить, да, тычинки вы ей хотите сделать. потому что так же, как у тюльпана, если вы ей не дадите вот этого расстояния, чтобы она у вас пошла, они же у нас, получается, автономно друг от друга, да, вот каждая вот эта вот дырочка. Ну, да, попробуйте ей, ну, на самом деле, я уже заметила, чем травка крупнее, тем ей сложнее. И вот вы не даете ей, вы ее воткнули, да, ну, как мы обычно, насадку мы же прислоняем, да, как бы, я ее воткнула и начинаю вести. А она у меня здесь уже, ну, слепилась, склеилась, потому что вот ей просто некуда выходить. Про горчик я говорила. Добавки. Я не знаю, какие я не добавляю. Я даже ароматизаторы не люблю. Я даже ванилин не добавляю. Мне не нравится. Я знаю, что ароматизаторами пользуются, но ароматизатор он на вкус же не повлияет, он повлияет только на аромат. А вообще любые, которые не содержат масло. Двести вторая, двести вторая, но, сообразить, это какая? Как она выглядит? Сейчас столько маркировок у нас. А, господи, все уже совсем. Три, четыре. Это самый большой лепесток, три, четыре сантиметра. Про крупинки нет, кстати, крупинки. Крупинки могут быть от того, что вы взяли холодные яйца, они у вас из холодильника, вы взяли и начали работать. Либо может быть от того, что опять же, врет ваш градусник, да, и вы перегрели сироп больше 123, даже, даже 125, он у вас не заварит белок, если у комнатной температуры ваш белок. А если еще больше, то, скорее всего, эта беда с вами произойдет. Это они такие, знаете, крупиночки в креме. Вот он, берешь его, он вроде бы гладкий такой, все. Их прям вот видно, а пальцами, если вы попробуете растереть, они не ощущаются, как крупа, да, но в работе он совсем другой, этот крем. Еще может быть, если вы, у вас, допустим, не очень шустрый миксер, но они же тоже у нас разные, да, а вы, ну, очень быстро как-то раз и льете туда, и вот этот сироп, нет, она тонкая струйка, надо к своей технике приноровиться. То есть, вот эта крупинка появляется и портится у нас консистенция крема от того, что идет, либо вы слишком быстро заварили белок, да, либо очень высокая температура, либо вы все сделали правильно, но при этом у вас яйца были ледяные, сироп у нас очень горячий, 123 градуса, и поэтому, естественно, белок, ну, не успел и заварился. Если это произошло, этим кремом можно работать, но он все равно будет оплывать, он не будет такой вот рабочий, как он должен быть. Вот, я хотела вам, чтобы мы не просто так тут посидели, давайте хоть лилии, что ли, какие-нибудь сделаем, как вы на это смотрите. Зависла девочки, у кого еще зависла? Рассказывайте. Или ни у кого больше не зависла? Что это мы от этого солнца так и будем бегать, что ли? Ну-ка. Какой, в какой угол бежать? Вот. Причем, так этот луч падает, у меня здесь нет солнца, понимаете? Он прям вот тут вот. Так, наверное, да? Здравствуйте. Открытый эфир, девчонки, на будущее, кто у нас где-то там. Давайте еще, о, пока что так получше, Открытые эфиры всегда идут здесь, на моей основной странице. Ни в какой группе, нигде, то есть, а конкретно здесь. Ну что, один человек, будет у нас сто. Кто-то приходит, кто-то уходит. Так, лилии. Ну, самые простые, да, без заморочек давайте. Для того, чтобы сделать крупную лилию, берем крупный листик, сто пятнадцатый. Для листьев он, конечно, ну, конкретно для листьев он, конечно, крупноват. Будет не повтор, будет запись, я надеюсь, что, ну, ничего не произойдет. Все у нас сохранится. Так, покажу, готовый цветок. Сейчас перенесем какой-нибудь. Раз у нас тут, во все тычинки, конечно, на лилии делают. Вот только мы сейчас про эти температуры разговаривали. Я вообще, девочки, я вообще принципиально уже несколько лет яйца в холодильнике не храню. Ну, естественно, я вас не призываю хранить там яйца месяцами на столе в комнатной температуре, тем более на батарее, да, нет. Я этого не делаю, потому что у меня просто нет этих промежутков времени, чтобы я их туда поставила, они остыли, потом их доставать, нагревать. Допустим, я их вечером поставила на стол, да, принесла с магазином, мне их утром уже взбивать, а то идут же вечером. Только поэтому. Поэтому вы, ну, имеете в виду, да, если у вас, допустим, ну, нет проходимости, нет такой необходимости, чтобы вот они у вас могли храниться так, вы, конечно, ставьте в холодильник, но доставайте, допустим, вечером делаю там зефир или крем, с утра достала. Вот так. Я не знаю, многие говорят, там нет разницы, еще что-то. Я говорю конкретно про белковый заварной крем, что эта температура, этот большой перепад, он может очень плакнуть или вам сослужить. Так, накладываем. Так как я не подмешала, я прямо вот здесь вот так вот маленько погоняю сейчас, чтобы он... Вот эти пузыри воздушные просто вывел. Берем этот листик. Смотрите, мой цветок же должен где-то стоять, да? Он, конечно, крупный. Можете взять не листик, а просто пакет какую-то круглую себе вот здесь сделать вот это основание. Теперь делаем рожки. Вот такие потолще. Потому что лист огромный, видите, он всегда рвет треугольником. Делаем вот эти рога и давлю их прямо вот на одном месте. Держу и давлю опять за рога. вот так. Вот так. Так. И теперь встаю вот сюда, начинаю давить и тянув все время вверх. Вытягиваю. Вот про то, что я говорила, покажу. Смотрите, у меня порвался край. Аккуратненько. Раз. Отправила. И все. Не то, что я там пальцем в него залезла и трогала. Давлю-давлю-давлю, вытягиваю. Подправила. Давлю-давлю-давлю, вытягиваю. У Лилии у нас 6 лепестков, да, треугольником внахлёст. Почему я тянув вверх? Потому что мы сейчас будем ставить еще один, ну, как бы слой, да, ряд. Эти выше, что ли. я же не знаю, как мне это было солнце спрятаться сегодня. Так что вот сюда встаю и как бы внахлёст вывожу еще ряд лепестков. Закрываю. Если вам такой крупный не нужен лепесток, возьмите 113 лист. Теперь у меня никакие стены. У меня простите, что я пальцем вообще, конечно, нет, есть в крахмале сейчас. Можно вообще ничего не делать, можно вот так оставить, но мне так не нравится. Поэтому я сейчас вот так ей нашей Лилии сделаю чашелистик. это вода, чтобы она у меня смотрелась так более, скажем, живенько, да. цветочек у нас нежно-сиреневый. Добавляем оттенок. Ну, у меня здесь нет никаких там ну, ни мармеладок, ничего, но мне нужны тычиночки. Ну, у нас с вами есть травочка. И вот так можно сделать. Ну, кстати, он, наверное, больше на лилейник похож, да? Вот, Тань, еще, если хочешь поправить лепестки, лучше делать это мокрыми пальцами. Тогда крем не будет тянуться за руками. С такими тычинками больше на лилейник похож. Смотрите. Ну, ладно, ну, не принципиально, правда? Это к тому, что, вот, Татьяна спрашивала, как трогать руками. Теперь-ка все это дело снять и поставить. Давайте сюда повыше, чтобы вам было видно. Сейчас, подождите, сделаем, потом комментарии посмотрю. Берем ножницы открытые, заводим под цветок. Я тут наверетенила ему основы, да, чтобы мне было где с ним работать. Открытые ножницы. Вот, видите, я их держу на открытых ножницах. Теперь здесь у меня подушка. Если это торт, она тоже должна быть. Я завожу туда ножницы свои, вдавливаю в эту подушку, в эту минуту я их закрываю и вытаскиваю. И все. И мой цветочек сидит на месте. Понятно, да? Как красителям, Тань, любым, господи. Ладно, красить. Так. Так. Что-то еще спрашивали. Я уже не знаю, куда отводить. Я уже туда-сюда вообще не думала, что так будет солнце нам сегодня мешать. Так, что еще? Какой вам показать цветочек? Какой еще мы цветочек? Что-то у меня было в голове. Что-то у меня было в голове лилии еще что-то. Что-то заболталось. Хризантема, пион, 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 цинию. Цинию не покажу, цинию заявлено у нас. Ой, орхидеи. Слушайте, я их не люблю. Как-то. Конечно, ее можно, но выкладывать так гортензию. Ну, давайте, гортензию, правда. Ливони сейчас не актуальны, девочки, осень на дворе. Сейчас у нас георгин в тренде. Гортензия. Так, гвоздь. Василек, Марина, если вас интересуют васильки, есть у меня на странице видео полевые цветы, по-моему, либо летние цветы, что-то такое. Ставлю и дую себе шар. Я вам сейчас показываю, как я это про себя называю. Кондитерскую гортензию. Я всегда говорю, я не цветовод. Я пошла на базар зачем-то, и у нас там такой ряд продают вот эти все ростки, вот это вот все-все, да. И у них там, в общем, стояли гортензии. Они вообще не похожи на то, что мы делаем из крема. Но на самом деле, вот да, мне уже так много годиков, и я первый раз увидела живую гортензию. я хочу подправить. То есть, смотрю, чтобы мой вот этот шаричек, да, он был без больших перепадов. Чтобы он такой, как бы, гладенький был более-менее. Понятно, да? Чтобы не было, что здесь у меня вот тут спадина гигантская, а тут торчит. Более-менее, чтобы он был разномерный. Ясно, да, что я сейчас сделала. Теперь берем у нас не в лес, наверное, на подставку два таких гигантских. Давайте мы этот пересадим. Я его хотела отснять, но ладно, мы его сделаем. Вот георгин. Кто-то мне говорил на мою цинию, что это сейчас скажу. Георгин, вот этот, как он называется, девочки, забыла слово. Давайте заодно покажу, как большой цветок пересадить. Очень, он очень большой. Гвозь 7 сантиметров, он еще больше. Ему нижний ряд лепестков, пока туда сюда тягало, весь стесла. Так. Да, точно по форме. Берем ножницы, раскрываем широко, цветок большой, заводим прям по гвозью, вот так. Видите? Они у меня прям широко-широко раскрыты. И вот так вот я беру и гвоздь выкручиваю как бы из-под него одним движением. Видите, он у меня остается на ножницах весь. Я, кстати, сколько не пытаюсь такие огромные цветы оставлять себе подушку, я все на лепестках напихаю. Здесь у меня опять подушка, ставлю как мне надо, вдавливаю ножницы в подушку, закрываю, вытаскиваю все. Ваш цветок сидит на месте. Сидит, никуда не денется. Вы просто, я на его, вы говорите, тянется, вы его отрываете от изделия, от цветка нужного сверху, вы его отрываете и вытаскиваете. Смотрите, порезче как бы. Так, гортензия, да? Вот у меня здесь есть 128-я прямая насадочка, выход примерно 2 сантиметра он ее давайте вот так все делаем. Мы сейчас сюда нашего сиреневого наложим. Будем делать гортензию глазами кондитеров, не ботаников. Начнем мы сверху, прямо отсюда, смотрите. Давайте я вот так встану. Нет, не так, как я встану, чтобы вам видно было. Вот так, наверное, встану, да? Зараза, он меня прям ловит, это солнышко, вот так, да? Я беру, смотрите, я должна себе зрительно там, где у меня будет цветочек, наметить как бы крестик. Вот так, понятно, да? и начинаю поставила ее горизонтально полу, вытянула, отступила, вытянула, опять отступила, вытянула, вот куда я пошла, девочки, это не тот цветок, минуту, извиняюсь, запохалась, треугольник ушла, треугольник ушла, так, 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 и вот так, последний, вот видите, у меня посередине, вот тут у него, если посмотреть, вот так крестик, видите, и все, и пошла дальше, вот этим крестиком, он очень легко, на самом деле, делается, так, засвечивает опять, да? Вы можете взять любой лепесточек, прямой, вообще любой, практически, теперь, мне надо вот сюда, закрыть, какое-то мучение, даже эфир оставлять не хочу, потому что ничего не видать, какое-то прям мучение, так, что ли, я бы куда не подумала, свезде этот луч солнца, так, наверное, да? То есть, у меня, грубо говоря, моя прямая насадка, она все время практически смотрит туда, в пол, в гвоздь, на параллельной ему практически находится, и я иду, и вот так вот, ставлю свои лепесточки, вытягиваю, видите как? Есть еще техника с обманками, но так как она не моя, я ее показывать не буду, потому что не хочу, потому что не хочу, 128, я сказала, Ирина, 128, вот эта насадочка у меня, это прямой лепесток, выход около двух сантиметров, я уже не знаю, куда он деться с ним, сюда что ли, на пшику очень, что видно было, кстати, не знаю, гортенде такого цвета бывает, нет? Я считаю, вот весь за пшику, за счет цвета он не будет нам так отсвечивать это солнце, и все, и пошла крестиком вот так раз и закрываешь в конце. У меня все лепестки поджатые, все, кроме сейчас скажу, все, кроме тех, которые приходят от Владимира Тюрина, он уже подработанным всегда дает осадочки, за ним подрабатывать не надо. И вот так по округу, по этому шарику вы идете, и вот эти свои, они мне бабочек напоминают, я не знаю, почему, хотя они, конечно, не как бабочки, но почему-то они мне напоминают так. и идете, и вот так их ставите, чтобы у вас весь ваш шарик без просветов был уставленный. потом можно подкрасить, поставить тычинки, и все. Вообще, если делать гортындию, лучше 127-й, то есть поменьше, она в среду метра-путора, это не крупновато, но она просто здесь была, так что смотрите уже сами, какой вам больше нравится. Теперь вот здесь идем, ставим. и вот так ее все заставляем по кругу. еще раз повторюсь, то, что я видела, продают, ну и не знаю, может быть, это у нас Сибирь, может быть, у нас такая не растет, крупная, но не гуглила, врать не буду. То есть чем выше вы поставите свой шерф, тем крупнее у вас будет этот цветок, да? Плюс у меня еще, да, то же самое, только основе дайте подхватиться. Я почему-то ее не люблю, никогда не делаю, ни за чем. И еще и теперь надо тычиночки сделать. Сейчас, светленьким. Я уже вся в креме, сразу рабочий вид, да? Сейчас этого солнца для вас. Сейчас опять кефирку калатонца с вами дядя вам зальют на ютуб, и я опять горя хапнула. Не зарадуешь, блин. Берем. Можете, если там хотите желтенькие сделать, да? Отрезаете тоненький краешек. И вот так по серединкам раз, маленькие. Лучше все-таки, повторюсь, возьмите для нее 127-ю. Если бы вы взяли с вами 127-ю, а не 128-ю, лепесточки были бы тоньше, нежнее, ну и, естественно, самих цветочков получилось бы у нас больше на ней, правда? И она вот так более выгодно, наверное, смотрелась. куда я ее делала? А, я уже долгоделала. Ладно. Вот так вот. Возьмите маленькую, у вас будет много-много их. Ну и, естественно, надо, чем, надо понимать, насколько крупную вы ее хотите сделать, да? Чем крупнее, тем выше основа. Да, вши, даже вверх больше поднимайте, тогда ваш цветок будет смотреться пышнее. Вот он у меня, сейчас я его сниму, плюс мы не за ним, да, делали, а насадку вырвала. Это, это как бы ошибка, он будет смотреться такой плюшечкой. Делайте выше шар. Ну, хотя, если в композицию поставить, в принципе, в принципе, и ничего вроде бы, да? Так, пион еще просили, да? Пион, 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 пион я, по-моему, показывала, даже, по-моему, где-то есть на стороне с пионом. Там, по-моему, целый выпуск пиона. Так, что мы с вами, 45 минут уже мы здесь. Я постараюсь, надеюсь, ничего не произойдет. Подсолнух, подсолнух тоже есть в летних цветах. Я себе, какую обновку вчера купила. Обожаю кружки. Маньяк, надо любимую кружку, чтобы у меня была. У меня любимая кружка разбивается, натянула, целая беда. На ко мне есть заморочка. Ну, что? По ошибкам, по крему все понятно, кто сначала. Все, какие хотели, вопросы мне задали, спросили. Или нет? тюльпанцы, давайте сделаем. Да, тут самый обычный. Никогда не закончится вопрос по этим насадкам. вообще у меня предыдущая разбилась, вообще такая беда была. Все, все не то, все не так, все никакие не мое. Казалось бы, какая разница, да? сейчас я его подмешаю. Если у вас кремка стояла, вам надо сделать тюльпаны, подмешать это обязательно. Все кремовые торты, которые вы у меня видите с тюльпанами, они выполнены вот этими китайскими насадками, небольшими, обычными. Потому что про крем мы все проговорили, Маринка, и смотрите, пожалуйста, потом запись. Спасибо. Потому что торт, допустим, даже если он большой, вот эти пятерки, они, как правило, там не нужны. Я считаю, что это больше для зефира. Вот этот рогой, у нее выход вот этих китайских насадок от 2 до 2 и 4. То же самое про крафку, помните, я вам говорила? Не втыкайте в ее, и будет вам счастье. Вот и весь секрет, представляете? отступите вы. Ну, конечно, оно не должно вот так гнуться вначале. Просто видите, где у меня рука? Я туда тянусь. Ну, я вам не могу сказать, что я прям первый раз в жизни купила эти насадки, два раза попробовала, закинула, года три вообще их не доставала. Причем, я тогда работала мокрым без это было еще до знакомства с БЗК. на том креме у меня упорно не получались, он все-таки мягче намного. А когда уже БЗК, тогда да. И вот обратите внимание, что я подмешала тщательно крем, он у нас постоявший, да, если бы я сейчас его не подмешала, а просто так бы наложила, у нас бы с вами ничего не вышло, у нас бы пошли кучки, понятно, да? И все, все вот эти вот насадки, ну, вот с такой вот тупым выходом, да, крупненьким. Просто дайте им место, потому что у них же вот этот вот, вот эти вот все прорези, они изолированы друг от друга. И если мы ее туда воткнем и начнем давить, им некуда выходить, некуда, чтобы оно, так сказать, чтобы они отдельно шли эти элементы, понимаете? Вот в чем фишка. и все. Я его уберу, они сейчас опять без звука посмотрят, будут потом. Слушайте, я столько чуть наслушалась, все, блин. Так, ну, я как бы, знаете, я прям некислые деньги заплатила за то, чтобы меня научили. У меня обошлось больше 20 тысяч, это было несколько лет назад, прям, ну, прям, не два года я что-то не могу сообразить. На любые, Оксан. Еще раз у вас так получается, потому что вы втыкаете ее, если, если, ну, где-то промахнулись, да, это же торт, это работа, это рабочий момент, и шла-шла, раз, склеился какой-то. Убрала его, вытерла насадку, чтобы у тебя здесь все чистенько было, не склеивалось, и пошла дальше. И все. Вот видите, он уже даже, вот я ему склеила специально, уже они не такие четкие, видите, так что протирайте. И все, и будет у вас все четенько. На самом деле, очень просто. На крем-очизе можно цветы ставить, только подложку делаете, базыка. Крем, да, крем у меня получился с первого раза, но я говорю, я обучалась, то есть я не ходила по ютубу нигде, я поняла, что я хочу этими вещами заниматься, я оплатила жилой мастер-класс, дорогой, но не пожалела ни разу. Базу мне дали очень сильную, очень хорошую. Ну, кстати, ни вот этому, ни вот этого нас там не учили, к этому я уже сама со временем прихожу. Любой преподаватель дает базу, а дальше ты уже с этой базой работаешь. Не скажу. Не скажу не потому, что я не хочу кого-то рекламировать, я знаю, что мой преподаватель не любит, когда ее ученики преподают, поэтому не буду говорить. так, ну что, я думаю, выяснили, да, все вопросы, которые мы хотели с вами выяснить, что-то дополнительно посмотрели. Так, сейчас еще покрыть можно с любым, ну, мусор, конечно, я бы не стала покрывать. Да, этот крем идет только на оформление. Этот крем идет только на оформление. Поэтому не надо его пихать. Какой? А я выкинула 128-е дело георгин. Вот, это георгин без специальных насадок. Я не знаю, кто там у кого учился. Так, Татьяна, значит, ждем отчет в чат. Значит, в эту субботу мы учимся с вами делать, кто на курсе, вот такой георгин без специальных насадок. Мне он очень нравится. Он прям такой живой получается. Кто еще не с нами, я напоминаю, что вы можете за смешанные вообще день не присоединиться после на странице за репост. И еще не поздно, потому что ко всем моим мастер-классам я даю бессрочный доступ. Ну, уходят те, которые были, наверное, самые первые, потому что они теряют актуальность. Я тоже расту, развиваюсь, что-то снимаю лучше, что-то делаю лучше, поэтому я просто переснимаю. Девочки, кто, допустим, покупал первый курс по обтяжке, я пересняла, приходите, спрашивайте, я вам даю доступ к новому. Только потому, что, ну, я считаю, что я стала лучше, и мои ученики тоже не должны терять от этого. Ну, все, тогда до встречи. пока-пока все засвечивает, но очень-очень не дать. Так. Любой надо крем изолировать. Любой, не важно, сметана это будет или еще что-то. Надеюсь, вы не зря потратили свое время. Спасибо, что пришли. Пока-пока. Пока-пока.